Девушки отдыхают Девушки отдыхают Начальник ОБЭП Алуште арестован по подозрению в заказе на убийство главы отделения ЭСКАР. ЭСКАР – это Следственный комитет. Статья написана 8 декабря. А нападение на Константина Гирякова произошло 28 ноября. Итак, читаем. Симферополь, 8 декабря. ТАСС. Начальник отделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Алуште арестован по подозрению в заказе на убийство руководителя местного отдела Следственного комитета. Сообщила в пятницу пресс-служба главного следственного управления ЭСКА по региону. Ранее сообщалось, что нападение на руководителя Следственного комитета отдела по Алуште по Крыму Константина Гирякова произошло 28 ноября 2017 года. Пострадавший был госпитализирован, где ему была оказана медицинская помощь. По данным следствия, полицейский, желая воспрепятствовать законной деятельности руководителя Следственного комитета по Алуште главного следственного управления, решил совершить его убийство. Для исполнения задуманного нанял двоих мужчин, пообещав денежное вознаграждение, говорится в сообщении. Оперативными сотрудниками ФСБ и МВД исполнители нападения были задержаны на территории Москвы, после чего доставлены в Крым, после чего был установлен заказчик нападения. Предполагаемым организатору и исполнителям было предъявлено обвинение по статье УК РФ посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование в целях воспрепятствования законной деятельности при производстве предварительного расследования, а также мести за такую деятельность. За данное преступление предусмотрено наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы, судом обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Ну вот такая вот довольно-таки вроде как и обычная статья о том, что начальник Абеб Алушты арестован по подозрению в заказе на убийство главы отделения СК. Что это значит? Вообще нельзя воспринимать вот это все как бы так, как написано, потому что пишут одно, а на самом деле происходит другое. Я вам расскажу, как в Крым приезжают вот эти самые сотрудники СК и как они тут же мгновенно входят во взаимосвязь с теми же самыми ментами, с МВД. И начинаются поборы, начинаются, им начинают давать всякие участки, земли, домики, где-то вот входят в долю по ограблению санаториев. То есть им выходит часть заработанных летом средств за санаторий. И где, везде там участвуют вот эти самые сотрудники СК. Посмотрите на них. Посмотрите на сотрудников СК. Они же все в сговоре с местными уже бандитами. Это они сегодня так выступают, как будто бы там кого-то пытались убить за какое-то вот, за то, что он осуществляет такую деятельность. Кто в Крыму осуществляет деятельность согласно закону? Никто. В Крыму все подчинено бандитским понятиям. Там все живут по бандитским понятиям. И СК, и МВД, и ФСБ. Все живут сегодня по понятиям бандитов. ФСБ получили множество земли и сегодня находятся буквально на крючке у бандитов. Потому что все земли находятся у бандитов в руках. Если вас нужно взять на крючок, да какой бы вы ни были там сотрудник ФСБ, вас купят. Потому что у вас вот это вот человеческое мелочное, оно сидит в душе. У вас душонки, как мошонки. Такие вот гнилые. Вы понимаете, что вы сделали не только с собой, да на вас всему народу наплевать. Вы сделали со всем народом. Разорили. Кто вам верит сегодня? Кто верит сегодня Следственному комитету? Кто верит сегодня ФСБ? Арестовывают, унижают, выворачивают карманы, если из кого есть что вывернуть. Вот так работают сегодня сотрудники, особенно Следственного комитета. Да когда мне такое вот, я увидела, рассказали и написали, вот мне прислали эту статью. Я же, конечно, сразу поняла, в чем дело. Ведь я не буду сегодня указывать на те имена, которых я знаю, сотрудников Следственного комитета, которые напрямую работают на бандитов. Сотрудники Центрального Следственного комитета, которые находятся в городе Симферополь. Я знакома с многими из них. Я бывала у них на приеме. Поэтому я открыто могу сказать, назвать пофамильно, кто находится на связи как раз с бандитами. И кто обслуживает сегодня бандитов в Крыму. Этим занимается Следственный комитет. Он покрывает бандитов и покрывает все их преступления. Только за то, что им дали кусочек земли. Они все честные. Если послушать на словах, они все честные, да. А с какой стати, интересно, бандитов привезли в Крым? Вот если их поймали в Москве. Вы понимаете, что заказное убийство, оно должно быть применено к чиновнику большого ранга. В таком случае это убийство должно рассматриваться в Москве. Но однако же вот этих исполнителей отправили в Крым. Рассматривается в Крыму это преступление. Почему? А чтобы замазать следы. Ну вот если эти исполнители начнут хоть что-то говорить. Их тут же в следственном изоляторе и заметут. Ну один повесится на шнурке от ботинка без шнурка, да. Которые выдаются в камерах. Или другой повесится на собственном языке. Ну так бывает. Вот в тюрьмах случайно так бывает. Поэтому заказчиков и исполнителей, они все находятся сегодня в Крыму. Потому что в Москве, ну не дай бог какой-нибудь дурак-следователь захочет дознания реального. Ну тогда развяжутся языки у людей вот этих вот, которые совершили преступление. У них развяжутся языки. Они, может быть, поверят московским властям. Поэтому, а в Крыму они знают, что в Крыму все свои, все бандиты. И их тут же пришьют. Если только они откроют рот. Вот поэтому все те, кто участвовал в преступлении, они сегодня находятся в Крыму. Их туда отправили. Потому что это все бандитская власть. Поверьте, в Крыму все судьи подчинены бандитам. Ни ФСБ, ни СБУ не имеют над судьями вот такого вот купола, держателя за крючки их за одно место, как это имеют бандиты. Все судьи, особенно Верховный суд Крыма, подчинен бандитам. И поэтому что же вы хотите? И если начальника Следственного комитета решили замочить, но замочить его решили не потому, что он честный весь из себя, Александр Матросов, полез на амбранзуру. А именно потому, что он много захотел, вероятно. Потому что он же начальник Следственного комитета. Он же такой гордый, приехавший, может быть, из Москвы или из России, во всяком случае. Но в таком случае, знаете, как в мурфке поется, вот так и решили обойтись как раз вот с ним. Я не верю в честность. Да там нет честных. В Крым не приезжают честные. В Крым приезжают те, которые хотят поживиться. Но не встречала я в Крыму ни одного приезжего мента или прокурора, который бы не поживился. Который бы не захотел войти вдоль и в санаторий. Который бы не захотел себе избушку на корьих ножках на берегу Коктебельского залива. Ну вот такие они все, начальники Следственных комитетов. Поэтому не жалейте. Не жалейте, что там вот так вот обошлись с начальником Следственного комитета. Конечно, если сегодня будут раздувать это, может быть, фейерверком, а может быть и нет. Мы посмотрим, чем дело закончится. Во всяком случае, это была такая вот угроза. Может быть, предупреждение всего лишь навсего. Не убийство, не заказ на убийство, а заказ на предупреждительное такое вот избиение человека. Ну, пострадал он, да. Но ведь он хорошо знает, с кем он связался, будучи в Крыму. Он хорошо знает, что такое бандиты Крыма. Или он думал, что он один усидит на месте. И это намек, опять-таки, всем остальным руководителям, которые приезжают в Крым. И руководителям из ФСБ, и всем другим, которые сегодня работают в Крыму, приехавшие с материка. Это вам привет с кисточкой от бандитов Крыма. ОПГ сейлем. Я Таня Карацуба, Сейдбургхан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова